Привет! Сергей, канал Голодный Мужчина. Сегодня все о фастфуде. Знаете, что я обычно делаю, когда мне хочется чего-нибудь эдакого? Обычно ем, а потом жалею, но альтернатива на самом деле есть. И сегодня мы приготовим картошку фри, без фри, ну то есть без фритюра, с минимальным количеством масла и относительно полезную. Поехали! Ну вот так вот, вот, вот так вот выглядит картошка. Четыре больших клубня вам понадобится, ну на двоих. Ну так, средне голодных людей. Картошку разумеется чистим, можете даже не мыть, потом помоете. Но все же картофель фри ели, правильно? Знаете, какая она должна быть? Соломкой, тоненькой, равномерной. Идеально сюда подойдет вот такая терка. Ну вы ее уже видели, да? Уже хвастался. С помощью нее можно делать тонкие слайсы, очень тонкие слайсы, еще более тонкие слайсы, но самое главное для нас это картошка. Одинаковые, равномерные, примерно пол сантиметра прямоугольные продолговатые палочки. Ну это так, опять же, если есть. Если нет, используйте свои 10, да нож. Ставьте картошку вертикально, до небольшой толщины слайсы, а слайсы на соломку. Помните, чем равномернее вы все сделаете, тем лучше пропечется картошка. Скинем в миску, да польем маслом. Любым растительным на ваш вкус. Немного, одну-две столовые ложки, так, чтобы просто она слегка покрыла картошку. Перемешайте чем-нибудь, открывайте раскаленную духовку, да высыпайте все на противень. Разровняйте как можно равномернее, желательно конечно в один слой, но впрочем и так пойдет. 220 градусов 10 минут. За это время картошка слегка размякнет, затем увеличивайте духовку до максимального, заводите таймер и каждые 5 минут перемешивайте. Сколько ее еще печь, да сколько захотите. По внешнему виду определитесь. Я люблю зискорынкую. Перед тем, как вываливать на тарелку, не забудьте посолить. Хорошенько так, она должна быть вкусной. Дополнительных специй не нужно, они только перебьют вкус. Поэтому просто стряхните хорошенько и по тарелкам. Конечно, большая порция салата тут будет в самый раз, да и тем более время будет, пока картошка печется. У нас на это ушло 10 до плюс 20 минут. Конечно, вы могли видеть уже замороженные нарезанные картофель в магазине, ну в морозилке. Не покупайте, просто почитайте состав, пальмовое масло и все такое. Оно вам надо. Ну и напоследок скажу, что данная картошка намного вкуснее жареной на сковородке и намного проще. А чего? Вы просто высыпаете все на противень, мешаете периодически, используете гораздо меньше масла, а вкус получается отменным. Плюс, в отличие от жарки на сковороде, она меньше ломается и не превращается в кашу. Комбинируйте такую картошку с чем угодно, а я просто делаю себе тареляку и вместе с двумя соусами объедаюсь. Ну а чё, чё портить всем остальным. Кстати, напоминаю про наш плейлист блюда из картофеля. Да и фастфуда у нас тоже хватает. Много чего интересного. Не пропадайте. Увидимся.